Ночь с 3 на 4 декабря жители Пролетарского района Саранска проведут без холодной воды, но не просто так, а с глубоким смыслом. Горводоканал меняет оборудование на насосной станции Пензятского водозабора. Старые насосы и запорная арматура отработали положенные 15 лет. Пришло время их менять. В связи с заменой данной запорной арматуры на трубопроводе, сегодня, значит, 3 декабря 2021 года с 22 часов 30 минут до 6 утра 4 декабря будет ограничена подача холодного водоснабжения жителям северо-западной части города Саранска. То есть это дома, ограниченные улицами Победа, Металлургов, проспект 60 лет Октября, Иркая. Район улицы Солнечный, Анна Луз, Есенина, все дома, что ниже главной автомобильной дороги на улице Веселовского, могут спать спокойно. Этот район обслуживает другая насосная станция. Всем остальным стоит подготовиться к отключению. Деньги закладывались в тариф на холодную воду, копились на определенном счете, сейчас пошли на покупку и установку новых насосов и запорной арматуры. Всего около 20 миллионов рублей. В эту сумму входит и само оборудование, и оплата рабочим. Водопроводные трубы, на которые постоянно жалуются жители Саранска, это лишь часть огромной системы, которая уходит на сотни метров вглубь земли. Сначала по скважинам, с помощью глубокоподъемных насосов, артезианская вода поступает в сборные водоводы. Оттуда в накопительные резервуары. Потом мощные насосы перекачивают ее в трубы. Это прямой путь к квартирам. Во время такого процесса вода из природного превращается в ресурс коммунальный. У нас в рамках реализации государственной программы запланировано в 2022-2023 годах устройство двух новых ниток магистрального трубпровода. Это свядущая насосную станцию, данную второго подъема Пензиатского забора, с северо-западной частью города Саранска. После выполнения всех видов работ, придем к такой цели, что будут у нас работать насосные оборудования без перебоев, без сбоев. Будет постоянное давление в системах при транспортировке. И также, соответственно, будет приводиться в улучшение качества поставляемого ресурса, то есть холодного водоснабжения для населения. Проще говоря, жителям светотехстроя нужно потерпеть без холодной воды. Одну ночь и коммунальная жизнь наладится. Хотя и сейчас от людей в сторону холодного водоснабжения поступает гораздо меньше жалоб, чем на горячее. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.